Фильм Патриса Пуяра Согласитесь вы с нами или нет, этот фильм навсегда изменит ваш взгляд на нашу планету. Откровение пирамид Открытие, изменившее мир Хотя о Великой Пирамиде Хеопса уже многое сказано, главное, похоже, было забыто. Мы отправимся в большое путешествие, где стандартные представления об истории Древнего Египта будут поставлены под сомнение. Теперь я понимаю, насколько деликатна эта тема. Сами того не ведая, мы упрямо придерживаемся того, что только считалось истиной, но забудем на время привычные представления и посмотрим, как собираются вместе кусочки мозаики, выкладывая перед нами удивительную картину тайн прошлого, картину, полную красоты и нового смысла. Сначала перечислим восемь основных этапов строительства Великой Пирамиды, которые легли в основу этого повествования. Этап первый. Перед возведением пирамиды строители сравнялись с землей холм и установили в середине гигантскую ось. Вокруг оси было вырезано 6000 гектаров горной породы под блоки необычной формы, каждый из которых весом с тяжелый автомобиль. Несмотря на значимость этого факта, теории построения пирамиды Хеопса обычно о нем умалчивают. Этап второй. Строители переместили 130 гранитных блоков более чем на 800 километров. Каждый блок весил от 12 до 70 тонн. Затем эти блоки необходимо было поднять на 65 метров. Подобное непросто сделать и сейчас. Этап третий. В пирамиде Хеопса всего три внутренних помещения, ничтожно малых по сравнению с размерами самого монумента. Это нижняя, средняя и верхняя комнаты. Каменщики проложили проход длиной около 90 метров и шириной менее метра. Этот проход, ведущий в нижнюю камеру, пробит прямо в скале. Архитектор Пьер Луиджи Копот удивлен этой конструкцией. В столь узком проеме условия для работы были, наверное, просто ужасающими. Также для того, чтобы угол наклона прохода оставался точным и постоянным, требовалось использование специальных инструментов. И эти инструменты поддерживали этот угол в течение всего процесса работы. Этап четвертый. Пирамида построена из более чем двух миллионов блоков разной формы и величины, хотя с блоками одинаковых размеров работать проще. Каждый блок весит, как огромный автомобиль, а точность общей конструкции соответствует современным стандартам. Верхняя комната идеально выровнена в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Точность превышает стандарты современного строительства. Хотя погрешность в 8 миллиметров осталась бы незамеченной, здесь она едва составляет полмиллиметра. Об этом я поговорил с одним из лучших инженеров-конструкторов в мире, Крисом Уайзом. Идеальная точность. Конструкция столь древнего объекта поражает. Даже сегодня многие сказали бы вам, что такая точность труднодостижима для большинства строителей. Пирамида Хеопса пережила три масштабных землетрясения, последний из которых сравнялась с землей Каир в 13 веке. И тем не менее... Все осталось на своих местах. Внутри ничего не сместилось. Этап пятый. Географическая ориентация пирамиды безукоризнена. Она указывает на север с отклонением в 0,05 градуса. Такая точность достижима лишь сейчас. Даже в 17 веке расположение конструкции было бы в пять раз менее точным. Шестой этап. Он не упомянут ни в одной теории. В действительности у пирамиды Хеопса восемь граней, так как каждая из четырех согнута в середине. Это усложняет процесс постройки. Поддержание точности восьмигранной конструкции на четырехгранной базе до сантиметра и даже до миллиметра невероятно трудная задача. Очень трудная. По моему мнению, если бы мы решили возводить подобное сооружение сегодня, используя современные системы измерения, контроля, а также современные технологии строительства, мы бы все же испытали немалые трудности. Этап седьмой. Время возведения пирамиды Хеопса должно было составить 20 лет. Подсчет дает нам примерную оценку скорости строительства. Учитывая смену в 12 часов, более двух миллионов каменных блоков и 365 дней в году, один блок должен был вырезаться, подниматься и устанавливаться за две с половиной минуты. Этап восьмой. Строители пирамиды жили до изобретения железа или стали. Возведение единственного из чудес света, дошедшего до наших дней, происходило с помощью медных стамесок, каменных молотков, пеньковой веревки и большой смекалки. Подведем итог. Около 47 веков назад, когда большая часть человечества бродила по планете в звериных шкурах, каменщики строили великую пирамиду Хеопса в Гизе. Они выровняли 6 тысяч гектаров породы. Установили более двух миллионов блоков, общая масса которых превышает 6 миллионов тонн. Высота 42-этажного здания. Узкий, точно спланированный 90-метровый проход, пробитый прямо в камни и идущий сквозь всю пирамиду. 130 гранитных блоков, поднятых на 65 метров, с погрешностью в полмиллиметра. 8 сторон вместо 4. Сейсмостойкость, точность конструкции и географическая ориентация на современном уровне. И все это за 20 лет работы с применением этих инструментов. Эти удивительные и обескураживающие факты следует учитывать при разгадке тайны пирамиды Хеопса. Я решила провести исследование, не подозревая, куда оно меня приведет. Оно заняло 10 лет жизни. Изначально полагая, что теории египтологов опираются на неопровержимые факты, я была очень далека от истины. Обратимся к древнейшей империи, в которой пирамида была построена. Для одного из лучших египтологов Жанна Леклана египетские исторические даты имеют силу, начиная с 680 года до н.э. С этого периода их можно сверять с древнеримскими и греческими архивами. В происходящем до этого уверенности нет. Разница в датах может быть 200 лет. Хоть мы и отталкиваемся от того, что египтология основывается на документально подтвержденных фактах, это распространяется только на некоторые периоды. Что касается древнего Египта, неясности слишком много. Так же, как и у вас, у нас много вопросов. Относительно строительства пирамид есть много идей, концепций, но нет ни одного письменного источника. Например, мы не знаем точно, когда и как долго правил Хеопс, чьей усыпальницей и является пирамида. У нас нет точных исторических данных ни об одном фараоне Египта. Можете себе представить, как трудоемко изучение древних, часто предоставляющих противоречивую информацию каменных плит и кусков папируса, которые на замысловатом языке повествуют о величайшем строительстве в истории человечества. Просто подытожим эти труды. К своим выводам египтологи пришли эмпирическим путем. Но у них нет единого мнения. Когда речь идет о пирамиде Хеопса, мы имеем только предположение и ни одной доказанной теории.